Всем привет! Это канал Про Цветок и с вами Дмитрий. Сегодня расскажу, как оздоровить почву на огороде после уборки азимового чеснока и лука, а также расскажу, как получить второй урожай овощей. В этом году азимовый чеснок и лук пришлось убирать раньше времени, потому что у нас была очень засушливая весна и начало лета, поэтому и урожай, естественно, созрел раньше времени. И после уборки этих культур освободились грядки, теперь они пустуют. Но этого допускать никак нельзя. Ведь почва будет находиться постоянно под солнцем, а значит будут погибать полезные микроорганизмы, почвенные грибы и бактерии. А также будут расти сорняки, которые дадут обилие семян, и в следующем году придется изрядно попотеть на грядках. Первый способ – это ничем не засевать грядки. Произойдет просто, естественно, залужение. Появится обилие сорняков, которые закроют почву от палящего солнца. Но этот способ подходит далеко не всем, потому что придется полот сорняки в следующем году, ведь они дают семена. Однако, если у вас нету времени, что-то засевать нету под рукой семян, либо вы не успели приехать на дачу, то такой способ допустим. Второй вариант – это засеять седраты. Седраты – это те культуры, которые быстро наращивают зеленую массу и оздоравливают почву. Например, это та же белая горчица, либо фацелия. Они идеально подойдут для посева после уборки чеснока и лука. Эти седраты имеют мощную корневую систему, а значит, достают питание, питательные вещества из глубоких слоев почвы и обогащают почву различными микро- и макроэлементами. А затем, когда они вырастут, нарастят хорошую зеленую массу, обычно-то перед цветением, их можно скосить, порубить и заделать в почву. И вот эта вот органика станет также хорошим натуральным удобрением. В принципе, это та же самая замена внесению навоза. А теперь немножко расскажу, как их посеять. Обычно почва у нас темная, ну и семена, естественно, той же фацели очень мелкие и темные. И непонятно, как распределить равномерно семена. Поэтому есть один простой способ. Берете 10 частей песка и одну часть семян. Все это перемешиваете и распределяете по поверхности почвы. И вот этот желтенький песок, он виден, где падает, а значит, и семена распределяются равномерно. Потом берете грабли, все это заделываете, и через неделю у вас появляются всходы. Третий вариант – это вырастить на пустых грядках второй урожай овощей. Пожалуй, это самый оптимальный вариант. Потому что овощи также будут оздоравливать почву. Это своего рода севооборот. А также дадут дополнительный урожай. Например, во второй половине лета можно посеять пекинскую капусту, различные салаты, руколу, шпинат, редьку, дайкон, редис, укроп. И вот эти культуры, они без проблем успевают вырасти до наступления морозов. Ну, например, с тем же дайконом, редькой, либо редисом возникают проблемы. Если мы высеваем на городе, например, ту же белую горчицу, либо масляничную редьку, то эти культуры служат питанием для крестоцветной бложки. И, естественно, когда мы вот эту горчицу, редьку скосим, вся эта крестоцветная бложка нападет на соседний дайкон, либо редис. И эти корнеплоды станут червивыми. Поэтому, если вы высеваете дайкон, редис и другие крестоцветные культуры для урожая, то лучше где-то на соседних грядках не высевайте белую горчицу, либо масляничную редьку. Выбирайте для посева другие участки, чтобы рядом вот эти культуры не находились. Лучше вместо них тогда рядом высевайте фацелию. У фацелий нет никаких вредителей и общих заболеваний с огородными культурами. Говоря о втором урожае овощей, я рассказываю конкретно про мои условия, а это запад Минской области. Но есть ведь люди, которые живут и в северных регионах, например, где-то в Сибири и еще северней. Но все-таки им же хочется вырастить второй урожай. Но не стоит отчаиваться, и в этих условиях можно урожай вырастить. Что нужно сделать? Во-первых, после посева укрывайте грядки белым спонбондом. Белый спонбонд будет сохранять в ночные часы тепло, будет больше сохранять влаги, и естественно, вот эти овощи будут расти быстрее. И четвертый способ – это мульчирование. Грядку можно попросту замульчировать соломой, сеном, либо еще не перепревшим, таким полуперепревшим компостом. И вот эта грядка будет защищена от различных сорняков, а также в этой мульче будут развиваться полезные микроорганизмы. Например, можно внести триходерму, взять, развести с водой, пролить эту грядку. И все, вот эта органика, она все начнет триходермой перерабатываться. Также уничтожатся различные фитопатогены после чеснока, например, если у вас чеснок чем-то болел. Триходерма все это уничтожит, переработает органику, и получится двойная польза. И болезни уничтожатся, и органика послужит заправкой для почвы. Потом осенью всю эту мульчу можно перекопать, и затем весной высаживать другие культуры. Опять же, это будет равноценно внесению навоза. Обязательно засейте чем-либо грядки после уборки чеснока и лука, чтобы они оздоровились, и в следующем году на этих грядках у вас вырос классный урожай овощей. Спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok